привет друзья сегодня на обзоре кайзер кайзер кесмет моделька очень интересная мне честно говоря очень понравилась форма изначально еще в анонсах но когда она пришла в розничную продажу цена был там в районе 90 долларов все-таки это многовато многовато поэтому за в общем то тут и ничего особенно нет стандартной комплектации разве что железка виджи gold японской но собственно говоря я честно говоря не знаю какая тут железка все-таки это китайские ножи я не склонен доверять китайцам но вроде как фирма крупная может быть там действительно то что они заявили вот значит изначально на мне не очень понравилась в смысле мне цена не понравилась а форма мне понравилась единственное только когда смотришь на него на фотографии вот так вот кажется что он ровный но к за счет вот это пистолетные выемки когда берешь в руку она немножко нож немного заваливается вперед и получается что он как бы пистолетный немного очень удобно кстати вот таким вот образом держать при уколе это конечно вот почему же все-таки мой выбор пал на этот нож потому что кайзер наконец-то открыл официальный магазин на алиэкспрессе в общем при старте было очень хорошие цены и в общем то я себе приобрел сейчас цены поднялись но у продавана есть купоны на 20 долларов при покупке от 50 то есть если вы покупаете такой но что минус прям сразу минус девятнадцать долларов вы можете снимать с него тут принципе все равно дешевле получается ладно давайте по ножу значит ночь и как я думаю что он больше я думал что он больше такой более поменьше мою маленькую руку наложится идеально то есть прямо то что надо и вот так вот то есть и вот так вот мне его легко перехватить и вот так вот хорошо держать может быть строгать не очень удобно не знаю не пробовал еще поносил только порезал продукты продукты отлично резал рез очень удобно вот может быть кто-то скажет что вот это большое отверстие ослабляет лезвие но я честно говоря не соглашусь потому что скорее если будет нагрузка то скорее где-то вот вот здесь вот высевом что-то вот здесь вот сломается нежели сломается вот кусок железки отломится где-то вот здесь и вот здесь скорее вот где-то вот здесь вот это разрушится потому что здесь осевой и упорная втулка они сделаны из железки похуже чем лезвие плюс вот это вот крепление втулки в лайнерах они он даже не прикручен то есть она просто вставлена поэтому мне кажется что скорее вот здесь вот что-то разрушится чем сломается лезвие вот ножичек повторюсь очень удобно и мне очень нравится форма лезвия и собственно говоря я честно говоря кайзер вообще не люблю потому что дизайны мне у них и и цены честно говоря тоже не очень нравится то что китайские ножи мне кажется они должны быть подешевле но вот кайзеры видимо на али когда вышли всякие распродажи у них бывают и вот в этом то есть они на распродаже они стоят столько сколько они должны стоить китайские ножи потому что китай научился уже делать за 30 и за 20 долларов очень неплохие реплики за 35 например реплика леон стил очень крутая поэтому если они делают реплики вот такого качества почему не делать свои дизайны за ту же цену вот давайте пройдемся по ножу я пробую новое освещение не знаю насколько хорошо получится фасочка снята очень хорошо вот здесь вот может быть чутка совсем цепляет мне очень понравилось вот это место обычно все наживку особенно кул стилу это вообще караул здесь такие прям тупьё здесь все очень хорошо очень красиво прям вот то что надо все это заполировано полированный лайнер полированные винты клипса полированная ну в общем все же 10 прям такая качественная все красиво в общем это производит впечатление очень качественного продукта вот значит клипса вот по клипсе еще момент клипса полированная садится на карман очень хорошо я люблю клипсы глубокой посадки но вот это вот за счет того что она полирована и такой же действие тоже такой приятным в общем он не полированный он цеплючий но в то же время не не совсем не грубый такой совсем не раздирает штаны клипса садится хорошо вот это вот два отверстия вот эти они прям вот так и просится вот сюда поставить клипсу глубокой посадки что мешало добавить полтора доллара к цене ножа и постам идти положить в комплект клипсу глубокой посадки мне не пришлось бы шаманить что-то подбирать свое хотя возможно я не буду это трогать потому что уж больно все это качественно сделано все это ровненько и красиво вот нож открывать уду отверстие большое и я его спала в принципе вполне могу выбрасывать но обычному человеку то есть я привык уже просто выбрасывать это не очень удобно потому что надо вот толкать вот куда-то вот сюда в середину отверстие очень большое ну прям она видимо сделаны для больших пальцев может чтобы было удобно именно вот так вот медленно открывать медленно открывать отлично отстреливать снизу очень удобно то есть он выстреливает отлично и в общем вот такое вот открытие оно самое оно вот значит то что еще хорошего про этот муж можно сказать так давайте покажу он приходит так приходит нож вот в такой коробке блистер все очень красиво фирменная коробка под конкретный нож сейчас с характеристиками ножа все даже сейчас скажем так 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 веса к сожалению тут я что-то не вижу а нет есть вес нет нет ладно значит блистер здесь у нас макулатура скальзера все очень красиво отправляется в комойку блистер с такого плотного материала тоже очень приятно очень интересное решение хотя никак нам оно не нужно конечному так скажем покупателя вот интересно что вот в движении вот этого блистера очень здорово сделано то есть он выдвигается ладно это все ерунда значит здесь у нас блистер и фирменная салфеточка от кайзера фирменная салфеточка вот собственно говоря здесь больше ничего интересного и в общем то очень хорошо потому что все равно коробка отправляется в помойку а вот салфеточку мы оставим даже на так в принципе недорогом ноже относительно потому что он стоит от 30 30 долларов до 90 все зависит от если вы попадете на распродажу вам повезет и вы можете купить его за 30 долларов давайте тогда еще разок я пройдусь по нему и собственно говоря сравним его с крысой и пройдемся по ТТХ вот эта внутренняя часть G10 немного острая чем страдают многие китайские ножи не немного ну так вот прям здесь угол прям и так хочется снять его прям другим ножом но нож тонкий и сюда в принципе не попадает особенно в общем я пока не испытывал за день которого я им пользовался я не испытывал дискомфорта в руке очень удобно эти риски с боков немного цепляют палец ну совсем чуть-чуть в общем в целом отношение к ножу конечно положительное вот давайте сравним его с крысой так давайте сравним ее с крысой его ее и его кисмес замес и крыса РАТ-1 рабочая область у него гораздо больше но вот прям больше она за счет того что вот у крысы вот это место пропадает а у него прям вот оно под самую здесь реализовано хорошо под самую ручку поэтому ну собственно говоря тут видно вот вот так вот вот толщина у крысы поменьше значит у кисмеса 3,3 мм вот вот значит вес 138 грамм ручка тоже у нас чуть поменьше крысы так а толщина у нас ну вот такая же примерно такая вот вот значит вес 138 грамм у кисмеса сведение я намерил 0,6 вот здесь 0,5 и потом снова 0,6 вот стоимость от 30 до 90 долларов все зависит от того где вы покупаете и как вам повезет вот давайте порежем продукты построгаем и конечно разборка посмотрим что внутри у этого красавца давайте посмотрим что внутри у нашего красавца и сразу скажу за день вот так скажем за день работы пока он у меня был на кармане немного слабо осевой и немножко он ушел в сторону я его немножко подтянул и уже собственно говоря прежде чем подтянуть я его не стал я капать фиксаторы резьбы фиксаторы резьбы тут нету так фиксаторы резьбы у нас нету продолжим а сегодня я уже откручивал поэтому он отошел легко открутился легко так здесь у нас тоже фиксаторы резьбы нету и хорошо хотя честно говоря кайзеры могли бы бросить туда могли бы капнуть синего фиксатора так классика жанра медные шайбы плюс фтеропластовые как сделано на крысе отличное решение для мягкого хода керамический шарик у нас как видим в лайнере здесь у нас шайбы втулка у нас пустотелая так что в этом плане кайзеры конечно сделали ошибку втулка пустотелая втулка это детская болезнь китайских ножей но вот и как видите она в кайзере тоже уже реализованным вот это конечно для меня удивление небольшое так масло здесь на гореем уже работал немного грязи шарик прорезает углубление ну собственно это не беда я думаю дальше разбирать нет смысла в общем тут все понятно и так здесь у нас втулки тоже пустотелые и вот единственная проблема это вот эта пустотелая втулка здесь у нас со скосом осевой осевой со скосом и входит он здесь у нас тоже со скосом ну в общем то чего тут дальше больше смотреть то и нечего здесь все красиво ну вот надо вылечить втулку под осевой и в остальном все в порядке так ну соберем ну соберем хотя не могу сказать что вот прям лазер интересно что удобно резать как вот этой частью так и вот этой собственно говоря можно резать и вот таким вот образом мелкие части также и вот таким вот вот этой частью за счет того что углубление большое то есть пальцы ложатся низко и можно максимально максимально приблизить лезвие к доске да кстати вот так вот тоже очень удобно держать нож он тоже неплохо режет вот их а удаляю с никому р Program а ну и ар а а Длины лезвия вполне хватает Хотелось бы чуть-чуть побольше Чтобы целиком перерезать Но вот смотрите Прорезает он все равно Можно не за два раза даже резать Буханку хлеба Давайте посмотрим На что способен Кайзеровский Красавец Честно говоря у меня есть Подозрение потому что Как вы видели на разборке У него пустотелая втулка Упорно Заточен Заточка заводская Заточен такую Микропилу Мелкую мелкую Очень здорово режет продукты Этой пилой Вот так вот В общем махрить так немного бумагу Но вот прям вот эта микропила Она хорошо цепляет Никаких тут нету никаких Повреждений Тут все Так вот Вот ладно Сосновая палка И остатки сухой рябины Вот мне тут Сын украсил Мою доску Для красоты Так давайте попробуем Сосновую палку Начнем Давайте Пожалуй начнем Сначала Ручка такая Немного угловатая Получается Все таки Здесь вот такие Все это закруглено Но все таки Получается такой Как бы уголок И в общем Я не могу сказать Что вот именно Для строгания Супер удобно Все это Ну в общем-то Наверное Нож больше Для души Чем для Работы Такой нафейки С собой На каждый день Продукты В первую очередь Какие-то посылки Вскрыть Хотя Надо его Переточить Конечно Ну вот Вот так В принципе Режет Вырезать можно Не очень Приятно Но Режет В общем-то Люфтов Никаких нету Это приятно Да Люфтов Нету Изначально То есть Как я его Затянул На этих шайбах На фторопластах Он открывается Нормально Я его чуть-чуть Даже ослабил И баллистол Брызнул Чтобы он Еще более Еще мягче Выбрасывался Чипу вырезает мелкую В принципе Если нужно Будет Застрогать Можно Что В пальце Начинает Урезаться Вот видите Полоса Осталась На мизинце Это вот Эта вот грань Она все-таки Врезается В руку При Нагрузке Такая ручка Такая вот Особенность Скорее Что-то там Уколы какие-то Делать И там Продукты Ну это я повторяюсь Так Давайте продолжим Веселье Осталась Продолжение следует... 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 об этом ножа. Нож такой DC для кайфа, большая рабочая область. Если будет на него адекватная цена, мне кажется, что можно вполне себе такую приобрести игрушку. Но каждый конечно решает сам.